Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите «Боже, я буду двигаться вперед, я не останусь здесь». Вы получаете поддержку небес. Небеса будут с вами рядом. Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор церкви «Волна» Вирджиния Бич. Я люблю брать Слово Божие и оживлять его для людей в их повседневной жизни. Иногда люди думают о Слове Божьем и считают, что это какая-то книга на полке, которая никак не связана с повседневной жизнью. Но я люблю брать Библию, смотреть на повседневную жизнь, на ситуации, на вопросы, которые задают люди, и находить ответы в Слове Божьем. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько всего Библия говорит о повседневной жизни. О том, как жить в семье, как быть хорошим отцом, хорошей матерью, как быть хорошим работником, хорошим бизнесменом. Как узнать, какова Божья цель для вашей жизни. Сейчас мы отправимся в церковь «Волна» Вирджиния Бич, штат Вирджиния. Я верю, что сегодня вы услышите послание, которое даст вам цель и поможет понять, как жить со смыслом. Вы лучше поймете сущность Бога и то, как сильно Он заботится о вас. Он желает, чтобы вы были успешны всегда и во всем. Вы готовы услышать от меня мудрые мысли? Итак, номер один. Никогда не жалуйтесь о том, что вы готовы допустить. Я часто говорю бизнесменам, пасторам и различным лидерам, которые возглавляют какие-то команды, не обвиняйте их, а учите. Лидеры прославления говорят. Люди не хотят прославлять. Никогда не жалуйтесь на то, что вы готовы допустить. Аминь. В бизнесе я не могу заставить своих работников сделать то, что нужно. Никогда не жалуйтесь на то, что вы готовы допустить. О, ужас, мне нужно похудеть. Никогда не жалуйтесь на то, что вы сами допустили. Что у вас в холодильнике? Люди говорят, пастор, дьявол пытается убить меня с помощью сердечного приступа. Давайте винить не только дьявола, но и вилку с ножом. Пастор, помолитесь за меня, у меня беспорядок в финансах. Хорошо, разрежьте свои кредитки. Вам нужна пластиковая операция. Вы должны хирургическим путем удалить их из своего кошелька. Никогда не жалуйтесь на страх, тревогу, депрессию и одиночество. Не жалуйтесь на то, что вы сами допустили. А теперь номер два. Готовы? Даяние — это доказательство вашей победы над жадностью. Даяние — это доказательство вашей победы над жадностью. Совсем недавно я побывал с небольшой командой в Уганде. Когда я еду за границу, то всегда беру с собой несколько лишних стадолларовых купюр, но так на всякий случай. Помню наше первое собрание в Атулу. Там были мы с Шерон и несколько человек из нашей церкви. Кстати, все они бывшие военные. У одного было 30 лет военного опыта. Другой прослужил в Пентагоне. Третий занимался баллистическими ракетами. Четвертый был морским пехотинцем. С этой группой я чувствовал себя в полной безопасности. И на первом же собрании, так часто бывает, все мои 100-долларовые банкноты ушли в пожертвования. Я просто очень люблю все, что мы делаем в Уганде. Я вам заявляю, что даяние — это доказательство вашей победы над жадностью. Кстати, я не говорю лишь о 5 долларах, которые вы дали бездомному. И это все за весь год. Если вы хотите понять, победили ли вы жадность, то посмотрите на свои финансы, на свои банковские карты. Куда уходят деньги с вашего банковского счета? И если все ваши деньги уходят на ипотеку, страховку, машину, ваше хобби, то есть только на вас, то это показатель. А как же ваша десятина, которая принадлежит Дому Божьему? Меня всегда удивляют заявления политиков. Этот человек отдает на благотворительность 2% своих доходов, а очень хороший политик отдает 3%, и при этом они называют себя хорошими, богобоязненными и посещающими церковь христианами. А я думаю, что им стоило хотя бы отдавать десятину в Дом Божий. Ну, хотя бы это. Да, я не. Это доказательство того, что вы победили жадность. Пусть в жизни будет все не только для вас. Аминь. Ну, а теперь номер 3. Терпение — это оружие, которое заставляет обман раскрыться. Терпение — это оружие, которое заставляет обман раскрыть себя. Я никогда не был и не буду импульсивным, ведомым своими эмоциями человеком. Я не хочу быть таким. Я понял, что терпение бережет меня от проблем и головной боли. Уделите время тому, чтобы изучить какой-то вопрос получше, собрать больше информации и знаний. Не нужно сразу же браться за что-то. Готовы? Нет? Ну, тогда пли. Аминь. Терпение. Это оружие, заставляющее обман раскрыться. Иногда Люди говорят, что я против того, чтобы люди ходили на свидания. Это неправда. Послушайте меня. Я за то, чтобы люди ходили на свидания. Как вы поймете, кто вам подходит, если не будете ходить на свидания? Аминь. Парни, откройте свои глаза. В этом здании есть прекрасные девушки. Вам лишь нужно набраться смелости, чтобы подойти к ним и сказать, «Можно пригласить тебя на кофе? У вас и так уже будет нет». Если вы не спросите, а вдруг она все же скажет на это «да»? Я не против свиданий. Я говорю о том, что не нужно влюбляться в человека через две недели после знакомства и говорить, что вы поженитесь. Я думаю, что вам нужно время, чтобы узнать человека по-настоящему. Человек может скрыть какие-то серьезные слабости, которые вы можете не заметить, если влюбитесь в него. А потом после свадьбы выясняется, что вы замужем за Фредди Крюгером, и ваша жизнь — кошмар на улице Вязов. Или фильм «Крик». А все потому, что вы сразу же влюбились. Это была любовь с первого взгляда. Нет, и еще раз нет. У Бога есть сезоны, и они цикличные. Один год — это четыре сезона. Лето, когда вы смотрите на кого-то в солнечном свете. Все выглядит прекрасно. «Подождите, пока начнут падать листья и придет осень, но потом становится еще хуже, приходит зима, вы замерзаете». Посмотрите, как человек переносит это время. Затем все снова начинает свисти. Так проходит всего один год. Я просто советую молодым людям не жениться, хотя четыре сезона. Узнаете, какой человек во время каждого из этих сезонов. Это мудро. Мы познакомились в интернете и поженились. Да, бывают случаи, когда все это заканчивается хорошо, но это нельзя называть мудрым подходом к жизни. Еще раз терпение. Это оружие, заставляющее обман раскрыться. Некоторые люди могут подумать, что я глупый. На этой неделе я получил письмо от парня на мой личный имейл. Он откуда-то узнал мой личный имейл. Это было одно из тех писем, где сказано, «Если вы послушаете все это и сделаете так, как здесь написано, то будете получать по три тысячи долларов в день до конца своей жизни». Гарантируем, что вы будете иметь сто тысяч долларов в месяц, «А за год это будет один миллион долларов». Этот бизнесмен давал мне всяческие гарантии, но если я хочу сделать что-то, я всегда обращаюсь за советом. Я буду говорить с людьми, которых я люблю и уважаю. Я поговорю с Тоби Харрисом, с доктором Джо Маника и с другими людьми, которые, как мне кажется, имеют мудрость. Но в этом письме было сказано, что решение нужно принять уже сейчас. Если я решу посмотреть видео, то после просмотра оно сразу же исчезнет, поэтому решать нужно было сразу. Он сказал, «Я не хочу обобрать вас, я даю гарантии». И как только он сказал, что решение нужно принять до конца видео, я сразу все выключил. Знаете почему? Потому что терпение — это оружие, заставляющее обман, раскрыться. Я никому не позволю манипулировать мною. Другой человек написал мне, «Стив, я вам гарантирую, если подпишетесь на это, вы никогда не будете нуждаться в деньгах, и вы больше никогда и ни о чем не будете просить Бога». То есть этот человек заявляет, что он могущественнее Бога? Я ответил, «Ну, я сегодня утром говорил с Ягова Яра, и вы на него ни капли не похожи. Мой обеспечитель — Бог, аминь». Запомните, что терпение — это оружие, заставляющее обман раскрыться. Аминь. Кстати, это также хороший способ судить о событиях, происходящих в мире и в США, обо всех этих перестрелках, убийствах и так далее. Иногда нужно подождать, чтобы стала ясна вся картина. Далее номер 4. «Повеление Бога». Никогда не пойдут дальше вашего последнего послушания. Иногда мы говорим, «Я давно не слышал Бога». Все очень просто. Я могу вам помочь. Сделайте то, что Он просил вас сделать в прошлый раз. Иногда Бог решает, «Я не буду говорить больше ничего, пока ты не сделаешь то, что я уже сказал». «Прости, возьми трубку, помирись». Аминь. То есть Бог никогда не даст вам новые повеления, пока вы не выполните предыдущие. В этом есть мудрость. Аминь. Номер 5. «Когда меняется ваш фокус, меняются эмоции». В притчах сказано, каковы мысли в душе человека, таков и он сам. Поэтому то, о чем вы думаете, если придет в вашу жизнь? Я боюсь заболеть раком. Я сегодня общался с одним человеком, который возил меня из одного места в другое между собраниями. Ездить. Так весело. Мне приходится делать это в первое воскресенье каждого месяца. Он рассказал мне, что часто случаются аварии с грузовиками, с прицепом. Он сам из Пенсильвании. И он сказал, «Теперь, когда я приближаюсь к такому грузовику, у меня появляется страх». Я ответил, «Тебе нужно переключить свой фокус». Тебе нужно победить эту мысль, потому что каковы мысли в душе человека, таков и он сам. Как только ты видишь грузовик с прицепом, ты думаешь, что сейчас будет столкновение. Кто-то говорит, «У моей мамы был рак, у папы был рак, вскоре и у меня может быть рак. Как человек думает, таков он и есть». Если вы измените свой фокус, то сможете изменить свои эмоции. Молодые люди говорят мне, «Я одинок». Я воспонимаю, мне близки ваши чувства. У меня депрессия. Я тебя понял. У меня есть решение. Расскажи мне, какую музыку ты слушаешь. Они мне рассказывают, и я говорю, «Прекрати». А какие программы ты смотришь? Прекрати это. С кем ты общаешься? Скажи. Прекрати это. Библия говорит, «Не сообразуйтесь с веком Сим, но преображайтесь обновлением ума вашего». Я расскажу вам, как важно верующее окружение и Иисус, умирая на кресте, смотрит на свою маму и думает, кто же о ней позаботится. Я же старший сын. Его называли Рави или Учитель. Он был ответственен за благополучие своей семьи. И вот он на кресте. И Иаков был его братом, и он говорит матери, «Мама, посмотри на меня». Там стоит Иоанн. Иоанн — это твоя мама. Мама, это теперь твой сын. Иисус выбрал Иоанна, а не своего родственника, потому что знал, что Иаков еще не был верующим. Он понимал важность верующего окружения, поэтому он сказал своей матери, «Это теперь твой сын. Иоанн — это моя мама, но теперь она твоя мама. Измените свой фокус, и так вы измените свои эмоции». Слава Господу! Выключите новости. Ради всего святого. Ради Бога, перестаньте слушать и читать всякую ерунду. У каждого может быть свое мнение, но не нужно заниматься ерундой. Вот почему в США столько разделений. Мы слушаем одно и то же от людей, которые думают так же, как и мы. Да, я сказал именно так. Далее у нас идет номер шесть. Вы готовы к еще одной мудрой мысли? Лучше живой пес, чем мертвый лев. Екклесиаст говорит об этом. У каждого, кто жив, есть надежда. И эти слова правдивы. Живая собака лучше мертвого льва. Кто с этим согласен? Если кто-то охраняет ваше имущество, то кого вы предпочтете? Льва, который умер, или собаку, которая может тяфкать? У некоторых людей их дом — это мертвый лев. Они живут в доме, который не могут себе позволить. Я не против долгов. Если вы покупаете дом, то у вас будут долги. Но долги должны быть по средствам. Долг должен быть таким, как живая собака, а не как мертвый лев. Некоторые люди по уши в долгах. Если бы Бог вдруг сказал им дать кому-то пять долларов, то у них неоткуда их взять. Библия говорит, что лучше иметь живую собаку, чем мертвого льва. Иногда наши машины — это мертвый лев. Эти деньги можно было бы использовать на выплату дома или на то, чтобы иметь более благословенную жизнь. Но вместо этого у вас мертвый лев. У вас не хватает средств, и вам приходится быть мастером по распределению наличных. Это огромное давление. Лучше иметь дешевую машину, но без долгов. Подумайте о дипломе на вашей стене. Я учился в Гарварде. Да, но после этого у вас есть долг, который вы будете выплачивать следующие 25 лет. Или же вы можете получить диплом университета попроще. Я знаю, что молодых людей волнует, где ты учился. Это важно лишь, когда вы выбираете вуз. Но когда вы уже в вузе, важно, получите ли вы диплом. Тоби, я прав. Получили ли вы диплом, а вот что важно. А можем провести в долгах следующие 20 лет, вместо того, чтобы согласиться на живую собаку. Это и есть мудрость. Как-то я говорил с одним парнем из ЮАРа свидания. Он сказал, «Стиф, я не могу найти хорошую девушку». Мы как раз были на границе с Бацваной. Я люблю прогуляться на природе. Вдруг там будут какие-то животные. У меня всегда с собой хороший бинокль. Мы пошли гулять с этим парнем, и у него даже есть что-то вроде докторской степени. Я имею в виду, что он прекрасный охотник. И вот мы идем с ним, и он вдруг говорит, «Стиф, стойте. Что такое? Посмотрите вниз. Что? Следы львицы. Тут где-то есть лев. Будьте рядом, потому что, если она выйдет к нам, у меня будет только один шанс». После этого я буквально повис на нем. А потом я подумал, «Все будет хорошо. Я бегаю быстрее, чем он. Слава Богу». А вы бы тоже подумали об этом в той ситуации. И вот этот человек говорит мне, «Я никак не могу встретить хорошую девушку». Конечно, мы в такой глухомане. Тут негде встретить хорошую девушку. Да, но когда я в городе, я знакомлюсь с девушками, я выбираю самую красивую в баре. Она душа компании. Послушай, ну, во-первых, чтобы найти хорошую жену, тебе нужно принять Иисуса, а потом стать прекрасным вариантом для будущей невесты. И во-вторых, ну, приди уже в церковь. Если тебе нужна жена, как трофей, которая снимается для плакатов или пьет больше всех пиво, то это мертвый лев. Я не называю девушек из церкви собаками, но вы понимаете, о чем я. Аминь. Скажите «аминь» хоть кто-то. И вот вам следующая мудрость. Секрет вашего будущего скрывается в ваших повседневных делах. Секрет вашего будущего скрывается в ваших повседневных делах. Для некоторых людей даже встать с постели и почистить зубы — это тяжелая обязанность. Эх, мне нужно почистить зубы. Да, пожалуйста, сделай всем нам такую услугу. Съешь тик так, что ли. Аминь. А некоторым людям нужно каждое утро принимать лекарства. Ой, лекарства опять. И почему-то они решили, что лекарства — это их враг. Нет, лекарства — это ваши друзья. А ваш враг — это болезнь, с которой сражаются лекарства. Ох уж эти лекарства. Секрет вашего будущего скрывается в ваших повседневных делах. Как вы просыпаетесь каждое утро? В последний момент, что приходится лететь на работу, и уже в машине вы причесываетесь, краситесь, серебреетесь, а потом приезжаете на работу, как пугало. Секрет вашего будущего скрывается в ваших повседневных делах. Я не мог встать раньше. Я так устал. Ложись спать пораньше, тогда и встать сможешь пораньше. Нет никакой тайны успеха. Просто научитесь делать свои повседневные дела. Хорошо? Хорошо. Аминь. Послушайте еще. Те, кто не тянут вас вверх, в итоге потянут вас вниз. Вы не можете водиться с кем попало. Далее у нас идет номер девять. Вы никогда не покинете то место, где вы сейчас, пока... Не решите. Где же вы хотите быть? Вы никогда не покинете бедность, одиночество, депрессию, лишний вес. Вы никогда не покинете то место, где вы сейчас, пока не решите, где вы хотите быть. Это сила видения. Номер десять. Когда входит усталость, вера уходит. Послушайте меня внимательно. Внимание. Никогда. Я обращаюсь сейчас именно к вам. Никогда. Не принимайте жизненно важных решений, находясь в долине. Не сходите с поезда в туннеле. Когда входит усталость, вера уходит. Аминь. Я бы ходил в такую церковь, где учат таким вещам, если пастор в моей церкви проповедовал об этом. Если бы он только говорил об этом, то я бы сидел в первом ряду и постоянно кричал, «Это гениально». Ну а далее у нас идет номер одиннадцать. Вы никогда не завладеете тем, зачем не хотите гоняться. Скажу это несколько иначе. Как-то я сказал это человеку в церкви, который сделал тату на запястье. Желание доказывается стремлением. Желание доказывается стремлением. Сколько людей хотят иметь хороший брак? Но при этом они не прочитали ни одной книги о браке. Они не посетили ни одно занятие для семейных пар в нашей церкви. Они не могут найти время, чтобы съездить вместе на семейный ретрит или просто в отпуск. Вы можете сколько угодно рассказывать мне, чего вы желаете, но желание доказывается вашими стремлениями. Аминь. Вы можете рассказывать мне, как вы сильно хотите, чего-то. Можете плакать, можете еще что-то делать, но если вы действительно хотите чего-то, вы к этому стремитесь. Аминь. Я хочу, чтобы мы с вами сейчас отложили все и имели важный разговор лицом к лицу. А вы познали Иисуса? Являетесь ли вы христианином? Молюсь всем сердцем, чтобы каждый, кто еще не познал Бога, смог узнать Его и увидеть, какой Он чудесный. Я проповедую Евангелие уже 35 лет и еще ни разу не приблизился к тому, чтобы в точности описать то, какой чудесный наш Иисус, описать то, как сильно Он вас любит и как Он верит в вас. У Него есть план и цель для вашей жизни. Все, что нужно сделать, это открыть свое сердце для Него. Библия говорит, что Иисус стоит у двери и стучит. Он не станет выбивать дверь. Он ждет, когда вы пригласите Его войти. Может, раньше вы уже были с Богом. Может, это было в молодости, но потом жизнь закрутила вас, но теперь вы понимаете, что жизнь это что-то большее, чем просто работать и оплачивать счета. Важно понять цель от Бога для вас и Его предназначение для вашей жизни. Жить не значит просто существовать. Скажите, Господь Иисус, я прошу Тебя войти в мою жизнь. Прости мне мои грехи. Я принимаю Тебя как моего Господа и Спасителя. Аминь. Если вы произнесли эту молитву сегодня, я прошу вас зайти на наш сайт, адрес которого вы видите на экране. В раздел «Подарок». Дайте нам знать, что вы приняли сегодня это решение. Специально для вас я написал книгу, которая поможет вам узнать, как начать строить отношения с Иисусом. Сообщите нам о своем решении, и мы тут же вышлем вам этот подарок. Смотрите нашу программу на следующей неделе. Или приезжайте в один из филиалов нашей церкви. Мы будем рады видеть вас. Ведь каждое воскресенье мы собираемся для вас благословений вам. в следующем субтитре.